Я тоже прополела, у меня вся семья была в больнице. Коронавирус, да. Я, например, с первого числа у гостинга-рожан лежала. Как вы все определили с семьей, что у вас ковид? Вы пошли, купили эти полоски? Как я определила, у меня он уже был до этого. И, в принципе, тут особо... Не нужно каких-то, знаете, там, особенных показателей или анализов, чтобы понять, что у тебя ковид. Ломает так, что ты не можешь просто встать. Три-четыре дня ты просто лежишь. Вот, вот, все. Ну, у меня папа, вот, сейчас он до сих пор с пневмонией, а бабушка была в реанимации, то есть сердце. Такая невеселая история от имени с низкой. Вот, скажите, врачи вам советовали что-то, чтобы вот сейчас восстанавливаться? И, может быть, вы посоветуете это людям тоже, которые приболели? Мне заниматься самолечением, вот. Это очень важно. Я знаю, что у Романа Костомарова дальше... Он лежит в больнице? Да, он лежит в больнице, потому что он занимался самолечением. Я на самом деле поняла, он сам себе написал какие-то антибиотики. Ну, если я правильно понимаю. У нас с папой была такая же ситуация. Он сразу же начал колоть антибиотик, который был дома. У меня папа очень сложный человек. Папучка, я тебя люблю, но тяжело. И, в итоге, когда понял, что ничего не помогает, то меня отправили в больницу. Вот, меня не было рядом, мама была с бабушкой в больнице. Мне сразу это даже поняли, что я не понял, и что он колет себя антибиотик. Вот, так что не занимайтесь самолечением. Прям самый главный совет. Лучше сдайте кровь, пройдите коктей и сразу поймете, что с вами. Так, ну сейчас хоть хорошо... Сейчас все хорошо, слава богу. Я называю, я шучу, собери свою семью как пазла дома. Наконец-то всем же дома, и я очень рада.